эфир продолжает программа тема дня и я рада приветствовать гостя сегодняшней нашей студии это заместитель начальника мвд россии паренбургской области дмитрий александрович сидоров дмитрий здравствуйте добрый день спасибо что вы к нам сегодня пришли ну и дмитрий александрович как говорится в известной песне ваша служба и опасно и трудно еще она очень и очень нужна вот скажите пожалуйста кто сегодня нужен системе внутренних дел ну органы внутренних дел система очень большая много профильная многоаспектная и большое количество специалистов у нас работать не только юридического профиля как принято считать поэтому сегодня мы с удовольствием рассматриваем кандидатов на службу помимо юристов это экономисты финансисты психологи воспитатели специалисты толвы в подразделениях с высокой финологией ориентир конечно по-прежнему мы делаем на юридические специальности если говорить по подразделениям то мы сегодня рады будем видеть в наших рядах в подразделениях специалисты подразделения следствия дознания уголовного розыска участковых полномоченных полиции есть потребность в коллекционных специалистов для замещения должностей так называемых наружных служб это патрульно-постовая служба дорожно-патрульная служба охранно-конвойная служба но при этом еще раз говорю с учетом того что компетенции очень много у нас в уровне внутренних дел мы сегодня готовы видеть у нас специалисты с любым образованием я думаю что каждому мы найдем применение и будем рады в органах внутренних дел увидеть таких кандидатов предпочтение кому больше отдаете мальчикам или девочкам все-таки ну традиционно принято считать что все-таки орган внутренних дел это такая мужская специальность и наверное отчасти это так оно и есть действительно в отдельных подразделениях скажем уголовного розыска патрульно-постовая служба но предпочтение отдается конечно сильной половине человечества поскольку там присутствуют и психологические и физические нагрузки но в целом женщин очень много у нас работает есть традиционно подразделения в которых преобладают женщины это следствие как раз подразделение по вопросу миграции подразделения по делам несовершеннолетних ну соответственно финансовые кадровые подразделения большой блок обеспечивших подразделения медики поэтому конечно женщинам мы всегда рады и надо сказать что вот в эту пятницу мы принимали достаточно большой десант будущем уже действующих сотрудников которые приблить нам из высших учебных заведений системы мвд и значительная часть вот этого выпуска это как раз были девушки которые пришли в средственные подразделения и девушки больших достигают результатов в органах внутренних дел потому что занимают и руководящие должности и в оренбургской области вот воды по оренбургской области заместить один из заместителей начальников это женщина возглавляет следствие чашкин татьяна евгеньевна полковник юстиции но и ряд других служб подразделения тоже женщина нас возглавляет поэтому мы рады в том числе конечно женщин по некоторым параметрам женщины выносливые мужчины я бы сказал безусловно безусловно я поддерживаю скажите пожалуйста какие требования кандидатам на службу сегодня двигаются ну требования на самом деле не изменились они достаточно просты и сегодня для того чтобы стать сотрудником органов внутренних дел и может стать любой дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 50 лет который не имеет судимости который не имеет гражданство иного государства не является иногентом свободно владеет русским языком обладает необходимым уровнем квалификации то есть образование для замещения конкретной должности в уровне внутренних дел но и по своим деловым личностям качеством по состоянию здоровья по уровню физической подготовности он конечно готов и может способен исполнять обязанности которые залагаются на уровне внутренних дел эти требования не общие для всей системы нашей страны или вот есть какие-то которые присущи нашему региону оренбургской области нет все требования касаемо поступления на службу прохождение службы в уровне внутренних дел они все регулируются федеральным законодательством конечно никакие здесь региональные регуляторы не применяются для всех субъектов российской федерации без исключения и для служб подразделения требования везде одинаковые последнее время говорят что попасть на службу к вам стало проще с чем это связано и в чем упрощение скажем так такое произошло каких параметров в целом сейчас идет тенденция к тому чтобы действительно упростить поступление на службу в органах внутренних дел требования не меняется об этом уже говорил но тем не менее законодатель идет по пути того чтобы все-таки немножко эту процедуру упростить были внесены изменения в действию федеральной законодательстве в прошлом году была упразднена фактически верхняя планка для поступления на службу в органах внутренних дел был отменен институт личного поручительства личное поручительство старый достаточно институт долгое время присутствует органах внутренних дел то есть фактически это требование к кандидату даже не кандидату а к действиям сотрудник которые его знают рекомендуют и соответственно вот был такой институт когда эти наши коллеги поручались вот это было требование условия диктовал нам времени время сейчас этот институт стал не актуален во многом он дублирует институт наставничество поэтому было такое принято решение с целью упростить порядок поступления и внесены соответствующие изменения в законодательстве действующих то есть скажите пожалуйста чтобы попасть к вам на службу нужно ли иметь высшее образование или можно поступить на службу параллельно получать его какие-то преимущества в этом плане есть ну как я уже сказал у нас к различным должностям выдвигается определенные требования по уровню образования и целый перечень должностей на которые мы принимаем с полным общим среднем среднем специальном образовании в том числе вот так называемые строевые подразделения уровня внутренних дел и сотрудники которые приходят назначаются на это на эти должности имеют возможность в течение службы на безвозмездной основе получить высшее образование вузы системы мвд как правило конечно это юридический профиль но есть и другие скажем и вот об этом говорил в сфере высоких технологий и сотруднику предоставляется дополнительный так называемый отпуск который полностью оплачивается и многие сотрудники вот из этой категории активно этим пользуются сегодня служба в армии обязательно да вот да для юноши обязательно службу в армии но скажите пожалуйста какие преимущества чем скажем так вы можете завлечь потенциальных кандидатов преимущество службы но во первых конечно надо понимать что органы внутренние дела это государственная служба эта структура которая при любых обстоятельствах которые бы не проходили не происходили в нашей стране в обязательном порядке будет присутствовать потому что без органов внутренних дел без полиция но но государство не может обходиться поэтому конечно первую очередь это стабильность стабильность стабильная работа стабильная заработная плата возможность свою строить свою карьеру на долгосрочную перспективу скажем так что касается ну если говорить о льготах которые предоставляются здесь есть на самом деле о чем говорить все-таки помимо стабильной зарплаты об этом уже сказал это достаточно продолжительные отпуска здесь мы конкурируем с любимыми наверное гражданскими организациями отпуск у сотрудника длится от 40 до 64 соток с учетом дополнительных отпусков причем еще раз все эти отпуска в обязательном порядке оплачиваемые есть возможность отдыхать в системе санатурных курортных лечений системы мвд причем география этих учреждений достаточно большая это и черноморское побережье это источники северного кавказа это и дальневосточные значит учреждения это и калининград средняя полоса то есть на любой вкус сотрудники и члены их семей на льготных условиях имеют возможность отдыхать в учреждениях причем проезд к месту отдыха и обратно он оплачивается в обязательном порядке большая система у нас ведомственной медицины у нас есть в частности вот до полинбургской области своя поликлиника есть свой госпиталь широкий круг специалистов представлен поэтому оказываем безвозмездно опять же членам семьи сотрудникам широкий спектр медицинских услуг современное оборудование и зубы у нас лечат и широкий спектр диагностического оборудования в случае если нет такой возможности какую-то услугу указать то сотрудники обращаются в государственные учреждения медицины где на безвозмездной основе эти услуги оказываются они идут по хозрасчета но оплачиваются и средств государственного бюджета все сотрудники у нас обязательно порядке застрахованы поэтому не дай бог если какая-то травма или увечья ну всякое бывает в том числе и в быту обязательно порядке сотрудники получают соответствующие компенсации выплаты ну что еще хотел сказать вот все то есть сегодня сказал это характер распространяется на ветеранов органов внутренних дел на пенсионеров и что касается пенсионеров срок выхода на службу для сотрудников органов внутренних дел составляет 20 лет причем в эту выслугу включается и служба в армии и учеба высших и средних учебных заведениях поэтому пенсионеры очень молодые и уже условно говоря прослужив 16 лет сотрудник имеет право выхода на пенсию вот но мы всегда приветствуем если этого не происходит конечно скажите пожалуйста вы сейчас затронули тему да льгот поняли да что есть и путевки и члены их семей да так понимаю на распространяется члены семьи и проезд к месту отдыха а что со служебным жильем сейчас такая форма она распространена или это ушло советский союз нет нет у нас есть свой жилой фонд в час все это я говорю про управление утрея у паренбургской области и сотрудники которые не имеют своего жилья или прибыли которые прибыли из других регионов условно говоря из других районов они имеют право воспользоваться этим этим служебным жильем но в случае если такой возможности нет или нет желания то выплачивается компенсация за поднаем жилого помещения поэтому мы все эти вопросы решаем и здесь у нас проблем не возникает и еще раз повторяю что наша структура она есть была и будет никуда не денется и при должном усердии при стремлении построить хорошую действительно государственную карьеру отдача она приходит безусловно и мы сегодня вот эти сотрудники которые послужили мы уже конкурируем на рынке труда достаточно успешно мы знаем что дефицит кадров испытывает экономик оренбурж определенная конечно есть и структура воды не единственная и видим в то же время насколько в последнее время увеличивается доверие жителей нашей области да и в целом по стране к сотруднику полиции все равно сейчас это во многом говорит не думали растить свое поколение может быть профильные классы многие сейчас со школьной скамьи скажем так воспитывают уже своих скажем так смену свою но мы на самом деле активно занимаемся у нас есть профильные классы и здесь в городе оренбург и в области есть такие профильные классы но эта практика распространена по всей территории российской федерации мы активно работаем среди студентов мы готовы поддерживать тех студентов которые в перспективе хотели бы связать свою службу с органами внутренних дел вплоть до того что брать на уровне условно говоря третьего курса и вести уже вот этого потенциального кандидата в плане практики в плане оказания содействия подготовки выпускных работ дипломных работ курсовых проектов мы этим занимаемся и эту пользу определенно приносит конечно поэтому конечно мы здесь ориентируемся на вашу молодежь и стараемся все что от нас зависит делать в этом направлении скажите пожалуйста на ваш взгляд какими качествами все-таки должен обладать кандидат который претендует на службу ну наверное сложно выделить какие-то такие единичные главные качества но в моем понимании я считаю что сотрудников органов внутренних дел в первую очередь должен быть честным принципиальным целеустремленным готовым прийти на на помощь профессионалам обязательно порядке профессионалам с профессионалом своего дела ни в коем случае он не должен быть равнодушным потому что равнодушие без различия но это самое страшное качество я считаю для сотрудников органов внутренних дел вдвойне ну и конечно с уважением относиться к населению граждан которые к нам обращаются в обязательном порядке с уважением относиться к себе и к своей службе я считаю тогда все у нас получится скажите пожалуйста а вы сами вот системе внутренних дел сколько я системе я больше 30 лет уже поэтому очень давно прошел все этапы и до сегодняшнего дня уже давно имею право на пенсию но считаю что вот это мое призвание служить уровнем внутренних дел я 30 лет выстраиваю карьеру последовательном поэтому сегодня считаю что это почетная обязанность отчетная профессия и я по примеру остаюсь в ней остаюсь ей верен за эти 30 лет видите как меняется отношение окружающих к сотрудникам полиции ну безусловно на разных исторических этапах она менялась это отношение в том числе наверное под формированием каких-то фильмов сериалов средств массовой информации но это тоже все было следствием времени можем вспомнить или хея 90 да когда такое специфичное было отношение не только к органам внутренних дел сегодня я все-таки считаю что внутренние дел кардинально поменялись они поменялись структурно и качественно поменялись и здесь надо сказать что вы те требования которые были заложены и те традиции которые было заложено в советское время сегодня активно культивируется в органах внутренних дел и молодые сотрудники которые приходят они это видят и но наверное могу с уверенностью сказать что сегодня ни одна силовая структура правоохранительная структура вот такое значение этим ценностям и традиции мне уделяет как в органах внутренних дел только у нас сегодня сохранились насколько я знаю подразделения воспитательные психологические которые занимаются том числе и патриотическим воспитанием и становлением молодых сотрудников активно действует институт наставничество поэтому я считаю что сегодня органы внутренних дел это та структура на которой смело может опираться государство стабильность наше время она говорит много вот вы уже коснулись что фильмы да оказывают влияние вот я люблю такие фильмы не часто смотрю и в таких фильмах обычно сотрудник полиции каждый день практически сталкивается с убийствами трупами погонями стрельбой вот у вас есть любимый фильм который на ваш взгляд наиболее правдиво отражает работу структура полиции может быть молодежь тоже смотрит и отпугивает такой режим работы скажем постоянной опасности ну да ну в силу не знаю может быть своего уже возраста да я все-таки в голову приходит наши старые советские фильмы сериалы средства везли визно такие это фильм всех времен и народов дали тельянский детектив с его неизменом аницкий нам это рождённая революция это место встреч изменить нельзя но из современных наверно можно вспомнить участок сергея безрукова еще более современная но мне сложно о них говорить к сожалению наверное все таки вот таких фильмов сериалов которые бы реально отражали эту атмосферу который сегодня царит в органах внутренних дел и те особенности службы но в последнее время их нет сожалению я надеюсь что в будущем они появятся во всяком случае очень на это надеюсь и все-таки дмитрий александрович до скольки скажем так до какого возраста к вам реально попасть на службу ну вдруг вот нас смотрят и человек задумался я сказал в начале что сейчас фактически вот на законодательном уровне эта планка упразднена сейчас определен 50-летний возраст вот но здесь надо четко понимать что эта планка установлена для фактически действующих сотрудников форумов другие дел которые достигают званий капитана полиции юстиции внутренней службы вот и для них установлена эта граница поэтому конечно для граждан которые приходят на службу органы не делал ну хотелось бы чтобы все-таки приходили пораньше потому что ну словно говоря 45 лет прийти на службу и уже через пять лет будет достигнут предельный возраст сложно устраивать устраивать карьеру в данном случае уж конечно претендовать на какое-то пенсионное обеспечение поэтому конечно пораньше до 40 лет хотелось бы все-таки приходили но нет ничего невозможного что называется законодателям планк установлено поэтому технически до 50 лет к нам могут прийти на службу граждане спасибо дмитрий александр и давайте еще раз напомним нашим зрителям в пятницу у вас будет до до пользы случаем я бы хотел сказать о том что уже на этой неделе в пятницу в субботу это будет 20 и 21 число управление утрендела паренбургская область проводится такой масштабную акцию день открытых дверей которая будет проходить на территории всех детальных органов на территории всех муниципалитетов области соответственно а в территориях она будет проходить в зданиях непосредственно территорисальных органов внутренних дел здесь в городе орренбург мы будем проводить непосредственно в ОВД по Оренбургской области на Комсомольской 49 и в межмуниципальном управлении Оренбургской на Гагарин 21. Все желающие могут прийти, задать интересующие вопросы. Мы расскажем о порядке поступления на службу, особенность прохождения службы в тех или иных подразделениях. Расскажем о том, как поступить в высшее учебное заведение, система ОМВД, что для этого нужно. Ну и специалисты наши по направлениям деятельности, я думаю, также интересно расскажут о том, чем цена службы органов внутренних дел, чем она интересна. Поэтому любые вопросы ответим. В пятницу с 9 до 18 мы будем ждать наших гостей, а в субботу с 9 до часу. Поэтому приходите, будем ждать, будет интересно. Спасибо. Я думаю, многие этим воспользуются. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо вам.